Welcome, welcome, welcome. Ночной стрим уже идет, хотя должен был быть просто вечерний. Чемпионат Европы продолжается. Первый игровой день, пятая, последняя игра на сегодня. Надеюсь, без пауз, надеюсь, без заминок. Все это произойдет. G2, команда, которая сделала невероятного монстра, настоящего хамелеона, как это называется, когда несколько животных въедино объединяет химера. Настоящая химера у нас образовалась из команды G2. Они теперь сделали двухголовую химеру Капса, лучшего медленера чемпионата Европы и чемпионата мира по версии Капса, объединили с Перксом, лучшим медленером по версии мамы. Перкса, просто лучшего медленера, без каких-либо дальше дополнительных титулов, по версии мамы Перкса, в один состав. Но потеряли при этом они своего Адекерри. Ну, Адекерри, правда, не особо их и волновал. Хернан ушел из команды G2 и ушел он во второй состав. Точнее, не во второй состав, а в Челленджер Лигу. И будет в ней играть. Не знаю, удастся у него там хорошо все или нет. Это мы узнаем позже. А еще он потерял Митю. И как сам Перкс сегодня сказал в этом мини-пафосном интервью, что он хочет Митю так сильно уничтожить на Ботлейне, чтобы тот назад вернулся в свою Америку и понял, что против Папок в Европе ему делать нечего. И что Папка был, это он. И только благодаря Перксу он мог одерживать победу. Вот такое вот громкое заявление Перкс сделал. Перкс теперь у нас, ребят, Ады Керри. А Капс у нас теперь Мидлейнер. Также Капс сам говорил в своих мини-этих интервью пафосных речах, что никто не знает, чего от нас ожидать. А мы им сегодня покажем, насколько же мы сильные. Ну что ж, поглядим. Янгс у нас в лесу. А как был, так и остался. Вандер у нас на топе. Шикарнейший топлейнер. Надеюсь, он свой уровень игры не растерял, потому что он играет, как у Дамния обычно играет весной, только он играет так всегда. Главный тренер тот же самый, тоже парень знает, что делать со своей командой. Ну что ж, посмотрим. А вот и Митя. Митя спонсор команды Origin. Кто не знает Audi. И, возможно, они будут перерисовывать свои маечки в дальнейшем, потому что сейчас они выглядят немножко некрасиво. Просто значки команды Audi и надпись Origin. Больше ничего, как видите. Но, с другой стороны, может быть, так и было задумано. Origin собрали себе довольно сильный коллектив. Если так задуматься, при хорошей синергии, все эти игроки могут превратиться в настоящую головную боль для большинства команд. А именно, у них Альфари на топлейне, Колт в лесу, тот самый, который Трэши в свое время был, игрок команды, когда-то еще Unicorns of Love. Нюкдак на Миде. Патрик, это который шериф у нас на роли Адыкери, и Митя на роли саппорта. Митя, видите, ушел из команды G2, подписал с командой Origin контракт. Я думаю, он ушел туда и за денег, потому что вот эти все заявления гласят о том, что, в общем-то, команда G2 была не против играть с Митей и дальше. Но вот Митя решил поменять коллектив. То ли из-за денег, то ли просто поглядим. То ли просто надоел ему коллектив G2. То у них же только утка норм. Талантливые игроки, да, есть. И нам показывают талантливого тренера, аналитика и просто комментатора, кастера Европейской Лиги, Де Фишо, который является совладельцем команды Origin. Три человека объединились в Едино и тоже, можно сказать, стали химерами. Правда, они химерами, как мы про серых кардиналов сегодня уже шутили с Эдвардом. Вот они тоже в кардинальной сфере объединились, эти три человека, и сделали одну единственную команду. Притащил свое финансирование Де Фишо. Он это притащил с командой Атлантис. Origin номинально осталось название, потому что X-Pecke свои денежки туда тоже вложил. И компания Refresher, я вот не помню, Refresher чего они там, Refresher, тоже притащили туда денежки. Они тоже спонсоры. Ну и Audi, видите, тоже нашлись. В общем, много денег вложено в эту команду. А вот нам показывают Асилота, который сегодня смотрел наверняка за игрой команды SK Gaming, которые одержали победу, а Асилота, наверное, где-то немножко всплакнул в глубине души. Хотя, что ему плакать, у него там такая звездная команда. Будет интересно посмотреть на Асилота против SK Gaming, когда будет его команда играть. Игрок вложил деньги в свою же тему. Ну, я про X-Pecke имел в виду то, что X-Pecke сохранил свое название. Но, по сути, ему не хватало финансирования, чтобы подписать франшизу. Франшизу, чтобы подписать, вы знаете, нужна была большая сумма денег сразу, там более 10 миллионов евро, чтобы команда подписала контракт с ЛЭДС, с Лигой Европейских Чемпионов, и вы могли в ней участвовать. Так называется Лига. Кстати, кто не знает ЛЭДС, откуда идет это название. Это сокращение Лигой Европейских Чемпионов. Там, Лига Европейских Чемпионов. Так что, вот такая вот она у нас получается. По-нашему, она бы лучше называлась ЛЕЧ. Лига Европейских Чемпионов. Это были бы ЛЕЧ, но в русской версии, все равно же мы букву С читаем как С, и поэтому ЛЭДС оставляем название. Вообще, английский комментатор называет ее ЛЕС. ЛЕС? Ну, ЛЕС как-то совсем длинно звучит. Ну, и у нас опять пауза, и Чемпион Селек не могут никак запустить. Раньше Пекки и Шерфолот играли друг против друга, а теперь Экспеки и Шерфолот играют все еще друг против друга, только командами. Да? Забавно, но так. Причем, оба играют не в своих командах, потому что Экспеки не играет в фанатиках, а Шерфолот не играет в команде СКТ, и не является ни тренером, ни аналитиком, ни даже совладельцем этих коллективов. А свои собственные коллективы они сделали в свое время оба, и вот Ориджины вернулись, как денежки снова у них появились. Ну что ж, Патрик у нас тот самый, который в Спанч Бобе был на Ботлайне, но напоминает и Шериф. Тот самый Адекерри, чешский на Шериф, вы помните, довольно неплохой Адекерри, но у него есть его проблема, он не умеет себя позиционировать в тимфайтах. У каждого из этих Адекерри были свои проблемы в свое время, когда я их сравнивал с Реклосом. Один плохо фармился, это... Кто у нас плохо фармился сейчас по листочку? Пробегусь, ребят, и скажу вам, кто плохо фармился. Апсет плохо фармился, да. Апсет отвратительно фармился в свое время. Хансама мало киллов делал в свое время, и вот как раз-таки Шериф, это тот игрок, который плохо себя позиционирует постоянно. Его вечно ловят и убивают. Но есть свои минусы у каждого из этих Адекерри, а теперь у нас появились новые Адекерри. Появился Крауншот, будем за ним следить. Появился Перкс на роли Адекерри, и за ним тоже поглядим, будет ли он играть вообще на роли Адекерри. На красной стороне команда G2 не совершила бан Кассиопей, оставили ее открытой, и Кассиопея становится первым пиком для команды Ориджен. К этому они тут же добирают Дрейвена и Моргану. Патрик вместе с Митти будут сейчас отыгрывать Дрейвен и Моргану на ботлайне, Рейкан уже с той стороны, ну и посмотрим, как среагирует эта команда на этого чемпиона. Увидели они Дрейвена, но, судя по всему, Капс хочет показать нам Зою, и не боится, что там Дрейвен с Морганой есть. Да, просто лакенит Зою, на пофиг, и переходит к следующей стадии пика банна. Кассиопея будет либо на топе, либо на меде. Скорее всего, на топе, учитывая, что есть Ургот на той стороне. Оридженом все, что осталось сделать, это набирать танков, инициаторов, и все. И они вроде как сделали себе шикарный сетап. Куча магического урона, есть суперадешный урон, есть щитки усиливающие и Дрейвена, и Кассиопею. Просто надо взять танков, инициаторов. Лесновую, Сиджани, Зака, Грагас. И получается у нас на мид что-то по типу Галлио, но Галлио уже забанит, значит Лесандра. Но по какой-то причине G2 банит Казикса. Без понятия, почему они тратят бан на Казикса, когда он здесь совершенно не будет браться. Александр Сизой подарил 236. Спасибо за комментарии чемпионата. Нравится твоя аналитика. Большое спасибо тебе тоже за поддержку канала. Все денежки пойдут на расширение канала и возможности дальше стримить, потому что эти две недели мы сейчас простримим почти все. Ну вот Ксена. Ксена это правильный бан. Казикс был такой себе. Так вот, эти две недели мы практически все матчи будем стримить. Что в Европе, что в Америке, что в Корее, что в Китае. Ну то, что будет у нас получаться, понятное дело, зацепить. А вот дальше я выберу только, наверное, две с половиной лиги, которые мы будем стримить. В зависимости от того, что смотрят люди больше и, конечно же, на что будет донатов больше. Сейчас мы отдельно собираем донат на полностью Америку и Европу, потому что они идеально стартуют в субботу, воскресенье и пятницу. Я могу как раз выделить эти три дня чисто для стриминга Европы Кореи, извините, Европы Америки. Если мы эти сборы завершим, то вот как бы успех и будет. Я не совсем понимаю, почему команды такие тупые баны делают. Прошу прощения за оскорбление их, но какой к черту Казикс? Почему команда Origin не забанила Заю? Почему Зая все еще открыта? Они какие-то баны на Ноктюрна и Ясуа потратили, испугавшись, что Ясуа может оказаться на боте от Перкса. Окей. А Ноктюрн-то зачем банится? Какой к черту Ноктюрн? Ну, это Грагас и... А, Грагас и... Кто у нас получается? А, Мидера еще нет, да. Грагас и Сион открыты. Так Сионы забираете. Грагас, Сион, все. У Origin все зашибись. Два танка инициатора, два керри и Моргана, саппортящая все мэм. Чем вы отвечать будете? Картуз на роли... На роли Адыкери, да? Я так понимаю. И Лулу, да? Не, Лула, вообще, кто не знает, прямая контракт Дрейвену, потому что она может своим полиморфам не давать ему поднимать топоры. Но... Что-то у нас какая-то путаница здесь идет. Картуз все же будет в лесу от Янкоса с Джейсом на роли Адыкери с... Да, такой вариант тоже есть, где Зои может оказаться на ботлейне, но я все же думаю, это будет Джейс на ботлейне. Картуз в лесу, Зоя на миде. И... Команды у нас вот так вот образовали себе пики. И причем я не удивлюсь, если Вандер пойдет на ботлейн, а Джейс отправится на топ стоять против Сиона. Но, честно, у нас... У обеих команд есть чем играть. И в мидгейме, и в эрлигейме, честно, пусть загрузится в игру. Посмотрим, кто на какую позицию встанет, пока не будем пытаться угадывать, кто где. И что, чтобы мы нормально сделали вам анализ, потому что я хочу увидеть, кто где встанет. Потому что если они сейчас в последний момент опять поменяют карту с Зоей, или Зою с Джейсом, все может совершенно поменяться. У одной команды есть карту, который очень силен в лейдгейме, но при этом все остальные чемпионы упираются в кап своей силы. То есть они после 25-30 минуты уже очень слабые становятся. Ну, то есть они не усиливаются. А с другой стороны колоссальный скейлинг идет у Кассиопеи и Дрейвена. При этом Дрейвен это настоящий адекер, у которого есть Моргана. То есть у Риджины, мне кажется, все же перепикали команду G2. Но G2 могут на рофле как-то сейчас протащить эту партию. Анализ после того, как это будет очевидно. Не, я обычно, когда загружается, просто так легче сообразить, когда все расставлено, все картинки есть, тогда реально легче сообразить, что происходит, чем сейчас пытаться и как-то комбинировать. Ну, вроде Джейс будет на миде, а Зоя на боте от Перкса. Капс у нас будет на Джейс играть. Да? Да, именно так оно все и получилось. Ну, вот теперь давайте ориентироваться. У нас получается скиллбейс матчап на топе. Лес. Небольшой перевес есть у Грагаса в начале игры, но жесткий аутскейл идет со стороны Картуса. На миде небольшой перевес есть у Джейса, но жесткий аутскейл идет у Кассиопеи. На боте доминация команды Ориджин. Так что лейнинг фаза уходит полностью за командой Ориджин. Порядка 60%. Мидгейм. Что у нас получается? Картуса, Ультары, Канн. И, в общем-то, все, да? Больше ни за что зацепиться-то не может команда G2. Да, к сожалению, G2, они и лейнинг фазу проигрывают, и мидгейм проигрывают, и лейт проигрывают. Что-то как-то у них все плохо. По цифрам, конечно, не так все критично. Там 60 лейнинг фаза, 55 мидгейм, и я дам, наверное, 60 лейт гейм. Почему лейт отдают тоже больше, чем 55%? Это из-за Картуса. Он очень сильный чемпион. Особенно, когда сейчас играется с новой руной. Ну, и есть, конечно же, ургот со своими 25%, но я не знаю, как он будет здесь в лейт гейме работать, и у него нет комбинаций ни с кем, кроме, наверное, Рейкана. И эти 25%... Ты еще попробуй сними их у игроков. Там колд, скорее всего, пойдет в фуллабилити пауэр, учитывая, какую руну он взял изначально хищника. Значит, у него будет Джонни, раз он пошел в фуллабилити пауэр. У Ньюгдака точно будет Джонни, у Альфари будет Гаргуля, у Патрика будет Моргана, Моргана будет тоже с Джонни. Как-то вообще не работают. Но вначале, как видите, Джейс может подоминировать Кассиопею, как, в общем-то, и Дрейвен может вначале подоминировать на ботлейне Зою. Ну, и, конечно, колд сейчас попытается, наверное, зайти к Янкозу, что-нибудь дозделать. Но пока он просто фармится, Янкоз пропускает рапторов и сразу начинает фармить красный баф. Отпуливает его в сторону. Ну, увидел Колда на вардах и теперь может расслабиться. Не идет ему никто мешать. Так что, ребят, честно, нужно Дж2 прыгнуть выше головы в этом матче, чтобы победить в этой парте, потому что их реально сейчас перепикали. Но Янкоз пока не получает внимания никакого от Колда и АФК фармится. А вы знаете, что Картус АФК в АФК фарминге переигрывает любого лесника. Наверное, даже та же самая Шивана или какой-нибудь Олаф проиграет ему. Почему у меня Картус... Второй раз, кстати, Картус у меня становится девочкой. Вчера мы тоже видели Картуса в лесу, и я там тоже сказал ей... Парксу выпал здесь, он нас, видите, протобелт. Он думает с этим протобелтом немножко урона нанести по противнику, но не задевает никого. Колд пока забрал просто двух крабов у Янкоза, но при этом, видите, по маршруту ему еще по темпу придется возвращаться в Красный Лес. Картус дофармливается в Красный Лес и только тогда уходить на бэк, в то время как у Янка за все зашибись. Он уже сбэкался и возвращается как раз... А, кстати, он никуда не возвращается. Там же ничего нет. Первый кемп у него появится в 4.10, так что он просто идет варды расставлять для своих союзничков. Почему перестали пикать мужика с камином? Браум, я так думаю, ты мужик с камином имеешь в виду Браум, он берется. Почему? Вот с Сэзом сегодня он игрался. У него много контрпиков неприятных. Митя проигрывает здесь свою кушку, пропускает очень много урона от Микукса. И Патрик тоже пропускает урончик. Но вроде чувствует себя спокойно у Ориджины на боте. Я по поводу того, что нет там такого, естественно, ничего. Выход ганга Янкоза. Капс промахивается с киллшотом туда. И нюкдак еще и доджит Янкоза. Тоже заклинание. Очень красиво сыграл. Опять промахивается у нас Митя. И вот это может плохо закончить. Игнайт в него кидается. Но это Игнайт был... Нет, настоящий Игнайт Пэркс. Это не тот, который выпал на земле здесь, а настоящий Игнайт-тик. На кого предикт был? Ну, кто-нибудь тебе обязательно расскажет. Янкоз вот теперь, когда кемпы у него восстановились, забирает первый кемпик и хочет пойти к волкам. Но тут Колд потратил ботинки и хотел был отомстить Янкозу за то, что он там на ганг выходил. Да как ты смеешь карту сгангать, как говорится. Но нет. Не шарю в лоле, но всегда ставлю на чувака с камином. Это правильно. Надо выбрать цель. Кто не знает, есть определенные стратегии в букмекерстве. Да и не только в букмекерстве. Это так называемый догон ставки, когда ты постоянно ставишь на одну и ту же команду, вне зависимости от того, играет она хорошо или плохо, на какой-то определенный результат. То есть, допустим, выбрал, ставит всегда им на поражение. И ставишь каждый раз, увеличивая ставки. С точки зрения математики, это вроде должно работать, но с точки зрения жизни, деньги заканчиваются. Поэтому человек у нас тоже, видите, всегда видит Браума и всегда ставит на команду с Браумом. Камин поможет, если что. Капсик успел на крепчиков. А вот я бы не успел, как обычно. Солоку. Все, это последняя игра. Надо будет потом спать идти. Завтра у нас скорее с утра. Не знаю, проснусь ли я вовремя или нет, но матч команды Гриффинов в 13.00 мы, скорее всего, точно с вами откомментируем. Возможно, я, кстати, и проснусь к 13 просто. И откомментируем только матч Гриффинов. Первая игра все равно там проходная. Там сэндбоксы будут играть с какой-то слабым коллективом. Я не помню, кто там был в списке. Так-то планировалось, что сегодня не будет трансляция идти до 2 часов ночи. Но кто же виноват, что они тут паузы делают по 25 минут вместо 15 обычных. И при этом еще первую игру переигрывали полностью. Еще паузы были в играх по 40 минут. Слабый коллектив КТ Ростерс. Но КТ Ростерсы проиграли. Да, так что их можно уже к слабым записывать. Там статистика у нас какая-то снизу летает, которая уже не особо важна. Оценкой идет Нюкдака, который очень плохо играет по КДА, но зато очень хорошо играет по фарму. По урону он проваливается. По килл-партисипейшну тоже хорош. То есть он получается мало наносит урона, очень много умирает, но при этом фармится неплохо. То есть Нюкдак как раз хорош в фарминг-фест. Все, хорошая кушка, ловит Бекокс, он тут же прижимает кик Клинц и уходит в сторону от Патрика и Мити. Не видим Макколда в игре. Мне кажется, он слишком пересиживает этот момент. Не то чтобы как-то Картус ему мешал сейчас делать ганги, но мне кажется, можно так и допрыгаться. Знаете, один неудачный потом заход, Дрейвен потеряет свои стаки, и вы уже приплыли. Ну а так, видите, Дрейвен заработал преимущество по фарму, Грага заработал преимущество по фарму, но Миде почему-то Капс не справился, не смог Нюкдака помучить. А на топе каким-то неведомым образом Альфари проиграл фарминг-фест, хотя там скиллбейс-линия считается. Клинц на сапе ВТФ. Ну Клинц, кстати, против Моргана саппорты очень часто берут, потому что волей-неволей, но ты иногда попадешь в эту кушку, и чтобы не рисковать, лучше все же взять Клинц, тем более, что против Моргана очень редко вы делаете ол-ин, а где с Игнаэтом пытаетесь делать убийство. А в данном случае видите... Ой, Митя, он думал, что шестой уровень, а неужели чего? Ну это убийство за Морганой. Дрейвен пытается добраться до Прекса, не получается, и Митя, скорее всего, умрет от ответного килла Янкоза. Янкоз организовывает ганг, ребят. Стоя на реке, хороший ганг от Янка за убийство зарабатывает он себе. Но ФБ, Патрик плюс Митя против Прекса и Микукса организовали. Помните, что Прекса и Микукса, ну точнее, Прекса в соло, обещал, что уничтожат Митю, и Митя только что отправил в Америку назад Прекса. Но Прекса ни разу в Америке не играл. Ну, шутку, я думаю, в чате сейчас отвечаем, многие спамят. Go back to America. Ой, как классно Капс уворачивается, Митя здесь выходит. Хотя попасть в Кушку чуть-чуть не хватило точности. Можно было здесь и Капса сразу же убить. Тем временем Карту с два стака себе уже заработал, джангельский предмет почти собрал и продолжает фармиться. Его никто не останавливает. И Грагас ничего вообще не делает пока в этой партии. Кассиопея у нас пошла через Каплю от Нюгдака. Любопытный выход, потому что Каплю почти все сейчас отказались Кассиопеи делать. Все... Да, вот тут так выглядело, как будто в Паркса будет сейчас кидаться Кушка, а на самом деле Митя развернулся и Райкана поймал на ней. Но я вернусь к мысли по поводу Кассиопеи. Сейчас почти все собирают ей Луданцека и дальше выходит в Портабел. Либо, ну, обычные стандартные предметы, Морелка и так далее. Опять промахивается Митя. А вот здесь, видите, у нас будет Капля с Руа. Такой более лейтгеймовый билд от Нюгдака. Даже без Архангела. Ну, то есть Архангел будет, имеется в виду то, что Руа собран здесь. Картус хочет здесь выйти, помочь. Инициация идет. Ну, как же Паркс! Ой, как же Патрик сыграл! Микукса просто отменил. Ульта назад долетает. Моргана пытается нанести урон по Дрейвену. Ой, извините, по Дрейвену. По Картусу. Картус останется в живых. У него достаточно здоровья, чтобы вытанковать то, что сейчас было. И Колд сюда приходящий просто прогоняет команду G2. Как же сыграл Патрик! Вы это видели? Он прям остановил во время прыжка Микукса своей Ешкой. Это же Ешка, по-моему, а не W. Откинул его от себя. И команда Ориджин ломает вышку безвозмездно. Зая была забанена? Нет, Зая была открыта. Я до сих пор не понимаю, почему они не пошли в нее. То есть первая стадия пиков банов шла нормально, а вот во второй стадии, когда надо было два бана сделать и два пика добавить каждый из команд, они обе какую-то чушь набрали. Но если у одной эта чушь хотя бы просто в банах была, это я про команду Ориджин, они странные баны немного делали, но при этом взяли Грагаса и Сиона, как и должны были, то G2 вместо того, чтобы забанить Грагаса и Сиона, банили каких-то Казиксов. И при этом не взяли Заю. Как будто G2 решили... Ай, ладно, поприкалываемся. В первом матче можно и повеселиться. Просто Перкс не наиграл AD-шников. Ну да, может и такая идея. Может ему послушалась вместо Зая Зою, да, и он взял Зою. Пик ми Зая, пик ми Зая. Окей. Блин, это не Зои. Вооо, извините, извините, ребята. Мое ошибка, мое ошибка. О, маи гаад. Факен тролл перкс. 1 000 на 12 минуте это большое преимущество. Учитывая, что у них Дрейвен, который скелится. учитывая что у них у команды origin древо не потерял свои стаки это большое преимущество напоминаю что у команды g2 по сути паук сетап картус ургот джейс зоя чем воевать где танки инициатор один рейкан и вы видели как плохо он инициирует паркса только что убили а кстати говоря но дрэйвену к сожалению килл не достался я даже удивлен что решили дрэйвену этот килл не оставлять в чистую он бы тут тысячи золота мог сейчас урвать за него ну ладно дракона забрала команда g2 но этот дракон был бегун не такой уж важный для них а вот скейл идет просто адовый для команды g2 у них и сейчас одни самая лучшая ситуация но за счет медгейма они могут подтащить медгейме они не так сильно проигрывают если они индивидуально играет лучше оппонентов то как раз победа может быть у них в руках чисто в медгейме но дальше их просто чемпионы на голову слабее то есть у них нет даже чемпион который может убить дрэйвена вот откровенно говоря дрэйвен может стоять в ульте до картуса ой в ульте вы вешки картус и убивать игроков за счет отхила и морганы понятное дело с эффекта нет чтобы убить кассиопею к себе будет прыгать к кататься но она не прыгает она катается так нам решают показать что есть персональный стрим посвящены только перксу и мы можем с вами смотреть паркса механику и насколько я помню тут и переговоры тоже слышны потому что это пио ви стрим поэтому слышно еще то что он говорит кому интересно можете пощелкать сейчас на ю тубе на канале youtube лол и спортс будет отдельная трансляция где можно следить за перксом а ну там щиток морганы заблокировал 21 счет по золоту абсолютное равенство уркот хорошо так набрал преимущество над альфари альфари мне кажется просто сверх аккуратненько играет потому что на дрейвена большую часть времени тратит колд и у нас началась битва карту здесь подкидывание идет по дрейвену дрейвен останется в живых и переключается на микокс который побежал в другую сторону а почему то митя испугался давать здесь кушку в картуса решили отойти оригин и я даже удивлен почему они так легко отпустили офигевшего если честно ми кукса и конечно же карту можно было его ловить а может быть для этого отпустили чтобы он свалил и сейчас просто дрейвена денежки пошли но все привет дрейвен делает убийство приход прилетает сюда вандер будет ли сион сюда лететь он не может сюда пролететь у нее нет телепорта митя уходит джоню патрик пытается здесь еще прикрыть митю своим хилом спасает его к шикарным бандинг и вандера огромное количество здоровья теряется подходит так асяпия будет ли она делать флеш инициацию нет а у нее есть все еще ульта она выцеливает заклинание но нету сиона страшно без сиона конечно же воевать команде в ориджен и они решают отдать эту вышку но это вот ментгейм начался и все но уриджена умудрились сделать убийство и при этом не хочет нюгдак отсюда уходить мясом кидают по ами куксу тут успевает отойти а митя теряет очень много здоровья но вышка защищена они ее сохранили паркс корма чё паркс опять умер да опять паркс умер вышку почти сломал за это время альфари на топе выровнялся по фарму он с вандером но уже паркс туда пришел отпушивать его что же они такие везучие но тут скорее везучие только моргана она единственная кто выживала на этих лалах потому что смотрите флешбайндинг попала в паркс и паркса за это убили и после этого не кукс улетела от митя ульты шикарный десант гетч от грагаса и вот здесь вот вроде должен был митя умереть но нет ой геральтка уходит за командой ориджен патрик пытается здесь пройти идет в него инициация моргана не успевает ему помочь снимает шатдаун с дрейвона который был у него на фарме сделанной но при этом они не снимать с него стаки потому что он только что их снял за убийство там те стаки которые они сняли они ничего не стоили правда видите за этот же 2 сломала вышку на меди тем временем кассиопея уже 180 фарма и это самый лейтгеймовый билд которым можно было придумать для кассиопеи это архангел это руа с выходом в жоню без морелки свой стафом дальнейшим рободоном более лейтгеймовый билд даже придумать сложно у нее сила появится только на 30 минуте но кассиопея уверена что так он и будет правильным говорят там не было что давно не было разве да она наверное перепутал там на кассиопе видите 450 висит и кстати пропали 450 шатдаун потому что по золоту вышла команда g2 резко вперед и шатдаун из кассиопея и я не вернулись назад а почему вернулись назад шатдауны летают туда обратно смотрите но сейчас вышку все равно убьет команда оригин шатдауна будет оставаться на них удар по вышке урона не хватило но скорее всего добьет все же геральтка не не хватило и урона чуть-чуть точку там у нас дракон есть маунтан кушка летит от капса но мимо кушка летит от меку ксона мимо ревен ловит свой топор прыжок паркса хороший проказ по патрику патрика пошла ульта мимо но вот он поук сетап ребят работает на всю катушку медгеймовый поук сетап убивает двух игроков даже без боя мастера сражений вне битвы так сказать далекие битвы улыбается у нас оселот потому что но поук сетап да вот он в этом хорош кушка капса ульта вандера проказ перкс и при этом конечно же янка за ульта с третьего экрана все игроки начинают разваливаться если у них недостаточно здоровья им нужно блокировать и физический магический урон ну наверно в большей степени все же магический либо уворачиваться либо делать самим инициацию первым смотрите какой хороший прокаст от паркса здесь будет бах пол лица оторвал авандер не попадет по моему до ультой да он не попал все же ульту а если он просто пробежал колда шотнул паркс вместе с картусом мастера бесконтактного боя в чем я решил что уже два плохой лейт по чемпиону по мне так хороший поук сетап и все в лейтгейме плохие это априори правило и единственный чемпион который у них хорошо скилится в лейтгейм это янка вот он реально скилится все остальные они просто умирают после 30 минут и такие что мы больше не наносим урон на шор еще не было какой на шор о чем вы там в часу только появился 20 минута что касается команды origin на ним вроде заполучили себе дрейвену килл сноу болит пока не смогли но нет них проблемы сион как-то не доигрывает он и в тем файты не пришел на нижний не в этом тимфайте он прилетел очень поздно и прилетел просто мимо может быть сейчас они пойдут просто пятером помиду и сделать он инициацию потому что против паук сетапа самое выгодное это делать просто инициацию первым до того как вас забросают заклинаниями но митя уже теряет все здоровье картус готов ультить у него почти есть ульта идет грагас ульта на леди сенгейджа и карту сейчас нажмет р я прям уже вижу как он жмякает эту кнопку янка все понят тело инициация идет и ульта просто минус двух игроков почти что делает вандер дальше прыгать нюк так остается в живых митя тоже остается все же в живых и можно идти даже на наш урок артус может организовывать на шора для своей команды очень быстрого только инициировать нельзя ходить за ними или рядом с ними либо вы сплит пушите их вынуждаете этих покеров разделяться либо вы делаете в них врыв нельзя стоять и смотреть как они вас забрасывают заклинаниями вы никогда их не передамажить из бочкой 1 и все он срывается делает врыв промахивается и это минус скорее всего грагас будет у нас потому что паркс они не ульта на когда было но пока могут прикалываться знаете это чем-то напоминает мне может кто-то смотрел на фильм рокки первую часть ну и во второй вроде тоже самое было где apollo крит маленькими ударами постоянно бил сельвестр сталлона рокки именно бальбова избивал избивал и такой радостный что в любой момент могу его побить любой момент могу его положить на лопатки а тут уже десятый раунд наступает и ты понимаешь что сил у тебя больше нет и вот и здесь тоже самое произойдет прикалываться можно долго так но еще 10 минут и вы не сможете уже наносить по ним урон сейчас надо выигрывать сейчас надо забирать на шора сейчас надо додавливать оставшиеся вышки сейчас надо забирать драконов все это вам должно быть во второй часть не у него втором по в третьей части умер первая часть это просто оригинальные рокки во второй то по сути ремейк оригинального рокки только с антуражем того что рокки борьба вынужден матч реванш сыграть помните да 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 именно так а вот в третьем как раз такие уже иван драгу появился и там как раз умер apollo крит надо или в четвертом это был иван драга а в третьем тогда чё было а в третьем этот был мистер ти мистер ти в третьем был мистер ти в третьем в четвертом иван драгу сильвестер стал он сражался с этим как раз дольфом лонгран там ну ладно все это мы так что вспомнили сейчас просто крит как раз идет я вот думаю смотреть или не смотреть этот чем крит первый мне не очень сильно понравился так скучновато немного и извините что немножко отвлекаясь у нас митю мы теряем с карты хорошая инициация идет от ми кукса цепляется он за двух игроков пытается убить нюк даку нюк даку нет ульты попадает он в еще одну прокаст от паркса прыжочек и это минус 2 игрока паук как просто работает на ура реально мастера бесконтактного боя и даже не получают урон в ответ потому что нечем оригином воевать янка с расстроен потому что его ульта в этот раз не сработало так хорошо как хотелось бы и а че они капса показывают капса нихрена не делает на самом деле этот матч выигрывает парк своими заклинаниями если честно янкос и паркс вот в основном все урон весь урон нанес до паркса убили в два раза в этой игре но он уже выправил все капсу ничего не делает просто кидает кушки еще и мимо ускорение дает окей вот это типа это паркс сделал разве капс извините сделал разве это паркс как раз таки сделал следующее убийство сделал тоже капс кап здесь ни при чем вот он капс ждет ждет и сейчас все что он сделает это просто добьет колда автоатаками потрясающе просто ну хайп вокруг капса не должен быть но и колд улыбается потому что понимает блин против этого паука конечно надо было наверное играть мне вначале получше по агрессивнее потому что грагас который проспал весь момент сейчас попал в такую ситуацию 3 7 у нас счет по золоту нет большого преимущества команды g2 и я не шучу они могут проиграть все еще это выглядит пока все злобно там альфарис келлица альфарик со спины пытается зайти патрика ловит кидает него экзостом под щитком морганы выживает и у нас с трех сторон сразу идет врыв шикарная инициация тройкана и это минус 2 игрока а в ответ что-нибудь смогут сделать у нас альфари опять не смог нормально за сиона сделать инициацию да не идет игра у альфари во многом благодаря альфари проигрывает команда origin он постоянно не танкует для своей команды урон он не успевает сделать вовремя инициацию часа вот забрасывают заклинаниями дает ульту возможно грагас умрёт грагас не успел дойти до базы он такой полз я прям чувствовал как он бежит туда с бочкой говорит может бросить бочку нет это мое оружие не могу ее бросить надо было сбросить пару кило иначе бы успел до ступени когда этих добежать и грагас не успевает ребят его ультой смерть догоняет шторм бейс интересная шутка была сейчас вот по умф раскурин когда это сказала и она намек имеет ввиду на blitz nexus то что реально blitz nexus какой-то идет от команды g2 они взяли реально хороший сетап для blitz nexus где куча заклинаний вы просто заполкиваете противников постоянно они даже не могут с вами сражаться ну что все на 5 мимо ой боже мой на это уже смотрите не могу на сиона имеется ввиду он опять промахнулся мимо всех и сразу два игрока команды origin пропали с карты ничего не могут ориджина уже сделать слишком теперь уже сильно отстают они от паук сетапа который над ними прикалывается но если бы давайте по порядку ребят первое грагас не спим а мешаем картусу работать если картус фармится ты гангаешь если хочешь можешь в ответ убивать картуса пытаться мешать ему фармить такие моменты тоже работают пункт номер два какого хрена никуда делает самый лейтгеймовый билд на кассиопею почему кассиопея собирается наносить урон только на 35 минуте когда есть огромное количество хороших билдов которые работают уже на 15 минуте почему нюкдак вот тупит откровенно говоря ну и дрейвен в паук сетапе правильно вроде предмет собирает но по какой-то причине заработав первое убийство потом превращается в 12 на своих механических ошибках и позиционирования а с позиционированием у патрика слэш шерифа это один и тот же человек всегда были проблемы и проблемы остались и в этом году я это вижу уже здесь и сейчас шерифу нужно срочно что-то делать со своим позиционированием ему нужно нанять и не знаю тренера по позиционированию если что я свободен можно мне написать ну что ж g2 держали победу повеселили народ хотя бы классные сетапчик отыграли но бот лайн проиграли откровенно говоря ну правда я не знаю как можно было выиграть вообще зои плюс рейканом на боте несочетабельные чемпионы команда мастера мастера мимо не команда мастеров я как раз мисс фитов назвал эти команды не мастеров это команда просто эта команда проходная скорее всего будет у нас не очень хорошо идет у ориджинов я ориджинов поставил на седьмое место вы же помните помним седьмое место я им дал потому что я в них слабо верю не самый крутой состав они взяли из того что было и даже если они синергию достигнут делать этой синергии в общем-то нечего все он жал три раза ульту в никуда три раза это еще хорошо если он ее нажал по моему вообще и ни разу не нажал или просто пробегал он такой пробегающий рядом а сион должен быть танком вашим который принимает на себя урон g2 в топ-1 до g2 топ-1 виталиков я поставил на топ-2 но виталики сегодня проиграли фанатиков я поставил на топ-3 но фанатики сегодня проиграли так что это уже поинтереснее будет в этом чемпионате хоть что-то появляется на слот уже пишет мамки привет да фишу подходит и говорит ладно ничего страшного сетап мы сделали правильный но нас просто уничтожили на полке и там еще и к спеке тоже стоит но сейчас будут всем вместе в барчике сидеть и определять даже не в барчике а в этом в ауди будут сидеть каждый в своей тачке не будут определять кто же виноват и что делать но работа над шерифом я не знаю почему они не видят что шериф не умеет себя позиционировать причем но можно реально начать только вот этим заниматься забудьте там пара пикибаны какие-то займите своим адекере какого хрена он вас идиот мягко говоря не понимает где ему стоять во время сражения чемфа щекается почему он идет впереди команды всей почему в него постоянно скиллшоты попадают на сегодня да ребят все надо идти ложиться спать завтра у нас корея скорее всего мы первую игру пропустим корея у нас стартует в 11 утра по москве то есть в 10 утра это уже через восемь часов но надо же еще поспать надо еще подготовиться и матч дам вон гейминг против к т ростерсов может быть записи какой-нибудь один матч у них посмотрим гриффинов наверное я точно прокомментирую гриффины против дженерисов они в 14 00 по москве стартует а вот дам вона против к т возможно мы пропустим как раз проснемся попозже и просто будем если там будет best of 3 полная типа три игры то наверно третью группа красит комментируем а вот на это приходите ну и соответственно завтра у нас вечером кто вот собирается только вечером смотреть тоже европа будет завтра вот они пять игр какие будут ну а пока идем отдыхать